Пятый канал представляет Ого! Ого! Жанна, я не ожидала от тебя звонка. Прости меня, Маргош. Мне больше некому было звонить. Что случилось? Сегодня мы с моим мужем, Вовой Шипиловым, приехали к нему в мастерскую, как обычно. Я пошла взять стакан воды. У нас там кулер на этаже. Я услышала крики. Это Вова кричала. Я побежала обратно в мастерскую, а там... Там Вова! Весь в крови. Кровь на полу. Потом я услышала какие-то шаги. Как будто бы кто-то зашел в мастерскую. Я испугалась. Я спряталась под стол. Этот человек прошел, постоял немножко и ушел. И, ты знаешь, у меня из головы не выходят его блестящие лакированные туфли. И, как только он ушел, я позвонила тебе. Да прости, мне правда очень неловко было звонить тебе в таких обстоятельствах. Давай не будем об этом. Жанна, едь домой. Отдохни. Если надо, мы с тобой свяжемся. Спасибо тебе. Спасибо. Ой. Маргарита, иди сюда. Как в фильме «Ужас». Ага. Смотри, Маргарита, нападение произошло со спины. Причем убитый знал того, кто на него напал, потому что он явно не ожидал удара. Так откуда эта твоя знакомая? Да было дело. Да? Не поделили чего-то? Кого-то. Не верю своим ушам. Неужели великая Марго кому-то проиграла в дележке? Я уже начинаю уважать твою соперницу, как женщину. Жениха у меня увела. И ты до сих пор на нее обижена? Верно? Ладно. Никонова смогла описать нападавшего? А я не спросила. Почему, Маргарита? Похоже, ты не очень хочешь помогать Никоновой. Что за ересь? Маргарита в городе столько знакомых, что скоро наш отдел, наверное, будет работать только на нее. Главное, чтобы Маргарита в этом деле не была предвзятой. Предвзятой Маргарита? Она может быть какой угодно. Эмоциональной, вспыльчивой, эксцентричной. Но предвзятой нет. Как я понимаю, день начинает с разногласий. Татьяна Андреевна, какие разногласия? Так рабочие моменты. Это что, женская фишка? Кого-то делал своим любимчиком, а кого-то Ника. Что нам известно по делу? Наш убитый, Владимир Сергеевич Шипилов. 40 лет, мастер по изготовлению марионеток. Орудия убийства на месте преступления не нашли. Но Марго сказала, что там есть камера видеонаблюдения. Я подключилась, и вот, мы знаем, что убийство произошло в 10.30. Благодаря свидетельнице. Вот в 10.20 неизвестный мужчина заходит в здание. А в 10.40 он же сваливает оттуда. Смотрите. Ника, а мы можем рассмотреть лицо? Нет, камера установлена непрофессионально, и лица под кепкой не увидите. Ника пишет, что на камере не разглядеть, подозреваем его. Значит, оставайся здесь, начинай опрашивать тех, кто работает в этом здании. А я съезжу к Никоновой, поговорю с ней. Может быть, я? Это все-таки моя знакомая. Маргарита, извини, но нет. У тебя с Никоновой какие-то сложные отношения. Это может негативно повлиять на работу. Давай, бери метлу. Иди работать. Давай, 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 иди. Здравствуйте. Здравствуйте. А я так понимаю, что вы здесь самое главное? За вкус я, Катя. Я думаю, что вы можете оказать неоценимую помощь следствию. Да что вы? Межведомственная рабочая группа Маргарита Николаевна. Ну, валяй, Маргарита Николаевна. Скажите, вы не видели мужчину? Не заходил в кепки? Серая кепка, серое пальто. Да, я видела, как уже выходил. Что, откуда, куда, я не знаю. Понимаете, у меня дел много, сотрудников много. Понимаю, спасибо. Смотрите, подождите, посмотрите. Вот эти вот велосипеды у нас, они мало того, что стоят на положенном месте, у нас постоянно боровство. Я вас понимаю, постоянно. Простите. У нас на лестнице курят, понимаете? Лев Романович, ну что имеем? Что мы имеем? А имеем мы труп одна штука, ножевых ранений десять штук. Смерть наступила между десятью и одиннадцатью часами утра. очень быстро истек кровью. Есть что-то необычное? Ну, судя по характеру ударов, били обычным крупным кухонным ножом. Большинство ран неглубокие, что говорит о том, что преступник либо неопытный, либо в слабой физической форме. Состояние эффекта? Ну, там маловероятно. Все удары кучные. А в состоянии эффекта бьют куда ни попадем. Мы с Вовой прожили пять счастливых лет. А после, ну, знаете, как это все бывает, начались всякие дурацкие придирки, глупые ссоры, и потом раз, и мы живем в разных квартирах. Это была Вовина идея разъехаться ненадолго. Я тяжело это переживала. А потом вы снова сошлись? Да. Потом Вова через полгода мне позвонил. И присаживайтесь. Спасибо. И предложил начать все с чистого листа. И вы знаете, у нас получилось. Мы были так счастливы. Во всяком случае, мне так это представлялось. Жанна, скажите, а вы кого-нибудь подозреваете? Вы знаете, Вова, он, конечно, был странным человеком, но нельзя сказать, чтобы он был конфликтным. А работал он один? Да. Хотя, одно время ему помогал мальчик, Артем Бабенко. Но Вова его быстро уволил. Жанна, мне кажется, вы чего-то недоговариваете. Можете мне все спокойно рассказать? Да, мне не хотелось бы об этом рассказывать, но, знаете, расставание с Вовой далось мне очень нелегко. Я была буквально размазана, и дальше мне захотелось человеческого участия, тепла какого-то. В общем, я встретила мужчину. У нас с ним начался роман. Но буквально через два месяца я стала понимать, что это все не то. А когда Вова мне позвонил, я поняла, что нужно расставаться. Но не тут-то было. Этот человек замучил меня. Он звонил мне, писал по ночам, никак не отпускал. Как его звали? Иван Прохоров. Этот человек, он просто мной воспользовался. Он воспользовался моей беспомощностью в этот момент. Он считал меня своей вещью. Никак меня не отпускал, и мне очень тяжело далось это расставание. А муж-то про это знал? Да. Конечно. Конечно. Я ему все рассказала. Я пыталась ему объяснить, что это все не про настоящее чувство, это так сиюминутное увлечение. Но дальше у меня сложилось ощущение, будто бы я кукла. И два маленьких мальчика никак не могут поделить ее между собой. А что касается моих чувств, что было со мной в этот момент, чем я жила, это их вообще мало интересовало. Спасибо. Так, вы меня проводите? Да, конечно. Спасибо. Пойдемте. До свидания. Всего доброго. Если что понадобится, обращайтесь. Мы найдем убийцу. Я обещаю. Спасибо. Алло, Ника. Пробей мне все, что касается Ивана Аркадьевича Прохорова. Спасибо. Марго. Марго, Марго. Смотри. Это Прохоров. Ему полтос, и он владелец сети цветочных магазинов. Последняя смс-ка с телефона Шипилова была отправлена именно ему. Так, а что в ней? Приезжай, давай расставим все точки над «и». Была отправлена за час до убийства из мастерской. Скинь мне адресок, я его найду. А то Спицын считает, что я не хочу помогать Никоновой. Ладно. Нет, ну и кто, по-твоему, их здесь увидит, а? Ну, ты... Ну, цветы! Как ты понять не можешь? Они же должны привлекать внимание. Они должны бросаться в глаза. Понимаешь, о чем я говорю? Это же так просто. Ну, включи фантазию. Они... Они прекрасны. Здравствуйте. Иван Аркадьевич, скажите, а вы же знаете Шипилова? А почему меня об этом спрашивают? Если у вас нет настроения говорить со мной об этом здесь, пройдемте. Давняя приятельница Марго Никонова обращается к ней за помощью. Убит ее муж Владимир Шипилов, мастер по изготовлению марионеток. Свои подозревают ухажера Никоновой Ивана Прохорова. Да, Иван Аркадьевич, в вашем возрасте можно и получше бегать. Ну, и в чем меня подозревают? Ну, раз убегали, вероятно, вы в курсе. Вот не верю я вам, а? Цепились, теперь точно посадите. А я ни в чем не виноват. Вы были сегодня утром в мастерской Шипилова? Был. И что? Шипилов отправил мне какую-то лабуду про давай встретимся. Я подумал, может, он решил моей Жанночке вольную дать, и мы с ней, как раньше, будем вместе. А он меня кинул, я приехал, его нет. То есть, вы не отрицаете, что влюблены в Никонову, писали ей сообщения и искали встречи. Ну, а что отрицать? Все так. А почему вы вообще решили, что Никонову уйдет от мужа к вам? Только на основании того, что между вами был роман? Роман? Да это был бурный. Это был ярчайший поток эмоций. Роман. Да она меня любит до сих пор. Будьте уверены. И поэтому вы убили Шипилова. Что? Убил? Почему убил? Вы, вы о чем вообще? У нас есть свидетель. Напишите, как все было на самом деле. Ну что, похоже, Прохоров не врет. Чрезмерная открытость это очень подозрительно. За таким обилием правды легко скрыть маленькую, но очень важную ложь, а именно об убийстве. К тому же, Прохоров ведет себя как типичный собственник. Женщина с ним давно рассталась, а он считает себя единственным и незаменимым. Да, и мотив есть устранение конкурента. Ну, знаете, то, что он был на месте преступления, это еще не делает его убить. Прямых улик нет. Дмитрий Владимирович, я считаю, что Антон в этом случае прав. И именно его версия должна быть основная в расследовании. Я считаю, что Марго права. Ее версия должна быть основной. Я вас услышала. Антон, я думаю, что Марго тебе скоро позвонит. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я на квартире у Прохорова. Шершу потихонечку. Позаимствовала ключики у него из пальто, пока он на допросе. Стало быть, Родимин в курсе. Это наш маленький секретик. Только Татьяне Оленевой, пожалуйста, ничего не говорю, она и так меня не любит. Ладно. А ты знаешь, это даже хорошо. Докажешь мою правоту. Боюсь, что нет. Ничего подозрительного я не нашла. Значит, продолжай искать. Подожди, Маргарита, ты в перчатках? Конечно. Вот так. Я тебе сейчас пришлю фотографию. Как прокомментируете? По-прежнему утверждаете, что не желали смерти Шепилову? Это не мое. А чье? Нет, ну я распечатал это с интернета, но сие творчество не мое. А зачем же тогда вы его распечатывали? Неизвестно, что это за жизнь. Я просто хотел найти автора этого ужаса. Я подумал, что моей Жанночке тоже могла угрожать опасность. Понимаете? Подождите. Откуда, где вы это взяли? Ника, ты уже поискала в интернете совпадение с фотографиями из квартиры Прохорова? Да поискала, поискала, я нашла. На страничке в соцсети вот у Артема Бабенко. Артем Бабенко. Бабенко. Это же подмастерье Шепилова, которого он уволил. Что у нас про него еще известно? Так, мы знаем, что Шепилов подавал на него заяву в полицию о краже. Вот откуда личная неприязнь, которая толкала Бабенко на это извращенное творчество. Месть и ненависть это вполне мотив для убийства. Ну, стой, стой, стой. А улик пока никаких нет. Ну, обиделся парень, и что? Да он и по профилю похож. Я думаю, что нужно его брать. А я согласен с Марго. Ну, во-первых, версия выглядит немножко натянутая, во-вторых, нужны доказательства. Не думаю, что я ошибаюсь. Верно? Соглашусь с Антоном. Таким образом, Бабенко нужно задержать и допросить. Как скажете. Ник, скинь адресок. Окей? Интересно, Маргарите Шляпа не мешает задерживать подозреваемых? Ладно, поняла. Да. Татьяна Андреевна, значит, у нас все-таки появляется клуб любимчиков, да? А вы не напомните, у кого любимчик появился первым? Мы еще будем состязаться в остроуме, да? Может быть, но в этом состязании нет никакой интриги. Я точно знаю, кто победит. Отлично. Я тоже знаю. Удачи. Здравствуйте. Чем вам помочь? Мне нужна работа по дереву. Так. У вас уже есть опыт? Я шью, вышиваю, развешиваю. Я недавно у Шипилова работала, может быть, вы слышали такого? Шипилов, я, конечно, знаю. Я сам у него работал и учился. Тот еще хмырь. Меня его жена преревновала. А вы что не поделили? Вообще-то, сам виноват. Мне нужны были инструменты и материалы для персональной работы. Ну, я кое-чего взял. Ну, на время, попользоваться. А он ничего слушать не захотел, когда узнал, и в полицию заяву накатал. Неоднозначная ситуация. Да я все вернул и доплатил сверху к тому же. А вы, как японцы, вымещаете зло на бывшем шефе? Это мне психолог посоветовал сублимировать внутреннюю агрессию. Вон из брошюрки. Хороший специалист, кстати. Мы с ним каждое утро по видеосвязи разговариваем. Спасибо. Так вам бы работа нужна? Странная какая-то. Да, я поняла. Короче, Тош, Бабенко, конечно, тип своеобразный, но точно не наш клиент. Да быть этого не может. До сто процентов. Он каждое утро трещит со своим психологом. Я звякнула его мозгоправо, все так и есть. Антон, ну это алиби. Вы знаете, я через мобилку Шипилова хакнула его интернет-банкинг и глянула историю операции. Так. В итоге, полгода назад он снял со счета миллион рублей, но после ничего дорогущего не покупал. Ну, может быть, он влез в долги? Возможно, его жена об этом что-то знает. Поговорю-ка я с ней еще разок. Это для девушки? Да, это мой дизайн. Смотри, надо сделать попышнее. Так, а вот это сюда точно не подходит. С тебя сто пятьдесят рублей. Мне нелегко сейчас дома находиться. Как идет расследование, Прохорову будет предъявлено обвинение. Пока для этого недостаточно оснований, но мы работаем. и над другими версиями тоже. Скажите, Жанна, а вы не в курсе, зачем ваш муж полгода назад снял со своего счета миллион рублей? Миллион? Даже не представляю, зачем Вове могли понадобиться такие деньги. Почему он мне ничего не сказал? Может быть, после нашего разрыва он решил не афишировать своего дохода? Будь я на его месте, я бы, наверное, тоже осторожничала. А Вова, он всегда был такой человек с секретом. Это я в нем и любила. Вы знаете, некоторые его марионетки, они тоже были секретом. Я бы хотел еще раз осмотреть вещи вашего мужа у вас дома. Хорошо. Да. Пойдемте. Познакомилась вчера с молодым человеком. Весь вечер рассыпал мне комплиментами, а сейчас мне пишут, что я для него слишком легкомысленная. Можно подумать, он образец целомудрия. Это, между прочим, все началось с того момента, как Жанна мне позвонила. Вот она умеет вертеть мужиками. Я вообще не понимаю, что происходит. что-то ты мне что-то? Угу. Марго, давай договоримся, что о личном свободное от работы время. Да, Антон Алексеевич. Маргарита, в квартире Шипилова никаких зацепок по деньгам нет, но в его марионетках могут быть тайники. Я сейчас еду в мастерскую и хочу их внимательно осмотреть. Слушай, я как раз недалеко сейчас от мастерской, давай я сама проверю. Да подождим. Не слышу. Алло, алло, Маргарита, алло. Я сама. Пока. Ну, пока. Да-да. Тань, вот ты просила. Ну что, Дмитрий Владимирович, пришли рассказать, что у Спицына есть версия? Я не знаю, что там появилось у Спицына, а Марго вот-вот найдет улику. Ну, ты же не будешь звонить и подгонять Антона. Куда положить? Сюда, да? Ну, Михалыч, ну, дорогой, ну, куда я тебе сказала, коробки поставить? Я тебе их сказала, вот туда поставить. Маргарита Николаевна, у нас опять там курят, вы понимаете? Свои расследуют убийства мастера по изготовлению марионеток Шипилова. сыщики узнают о подозрительных денежных операциях убитого. Чтобы получить ответы, Марго возвращается на место преступления, но понимает, что ее кто-то опередил. Стоять! Я стрелять буду. Марго? ты очень напугала меня, что ты здесь делаешь? Я работаю, а ты? Мне эту куклу Вова сделал, когда мы только познакомились. Хотела забрать на память. ты все еще сердишься на меня. Нет. С чего бы это? Я замуж собиралась. Любила его. Очень. Марго, ты должна меня понять. У меня был очень сложный период в жизни. Я была сама не своя. Мне все равно, какой у тебя был период. Но спасибо, что удалась совершить ошибку. Не ты, так другая. Вот, что я ищу. Марго, прости меня. Марго нашла расписку на один миллион рублей. Эту сумму у Шипилова занял некий гражданин Кузьмин. Получается, это не Шипилов должен был, а ему должны. Получается, так. В этой расписке все данные на Кузьмина вывожу на экран. Это же сосед Шипилова. Я столкнулся с ним на лестничной площадке, когда прощался с Никоновой. Так, надо с ним побеседовать. Да, точно. Слушайте, там Марго недалеко. Марго пристрастна. Она обижена на Никонову как ребенок. Не знаю, Антон, я не заметил. Можно я с ним побеседую? Не надо, Антон. Ника, сбрось адрес Марго. Отправляю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, наверное, супруга Кузьмина? Нет, я его сестра. Приехала учиться в Питер, и я уже ухожу. А вы позовите брата, пожалуйста. У меня к вам нет вопросов. А брата нет дома. Я подожду. В общем, этот Кузьмин задолжал больше ста тысяч пенсионному фонду и налоговой. И пару месяцев назад закрыл свою ИПшку. Ну, понятно. Бизнес не пошел, и человек влез в долги. И основной долг у Кузьмина был именно перед Шипиловым. Понимаете ход моих мыслей? Кузьмина Что у вас? Татьяна Андреевна, вы вовремя. У меня есть версия. Сосед убитого Шипилова, Кузьмин, занял у него крупную сумму денег на развитие бизнеса. Но бизнес не пошел, он прогорел, и тогда Кузьмин не захотел возвращать долг и решил убить Шипилова. Прекрасная версия. Ну что, будем задерживать Кузьмина? Ну, если вы так считаете, то... Марго как раз сейчас там рядом. Позвоню ей, пусть сразу и задерживает. Спицын, что за срочность? Маргарита, можешь задерживать Кузьмина? Вы кто? Гражданин Кузьмин, собирайтесь. Зачем это? Вы подозреваетесь в совершении преступления. Преступления? Угу. Одеться хоть можно? Одевайтесь. А дверь я придержу. Я не отрицаю. Деньги у Шипилова, в долг брал. Угу. Ну не то, чтобы отдавать не хотел. Нечем было просто. Ну конечно. Проще убить, чем отдавать. А как может быть проще убить человека? Если есть веская причина, то проще. Ужди, как с вами сложно. Я не убивал. Антон, санкция на область в квартире готова. Ну что ж, если не хотите сотрудничать, мы сами найдем ответы на все вопросы. Скажи, а почему ты так рьяно пытаешься помочь Никоновой? Попал под ее обойтение? Маргарита. Ну а что, ты пытаешься засадить каждого подозреваемого? А может быть, она не заслуживает такого отношения? Учти, она всегда получает то, что она хочет. Да ты до сих пор уязвлена. Ну я понимаю, понимаю. Ну в жизни так бывает. Мы не всегда получаем то, чего хотим. И я не попал под ее обаяние. Просто я увидел, что она слабая женщина. А слабые женщины часто бывают жертвами мужских манипуляций. Ты сейчас серьезно? Да. То-то должен за них заступиться. Молодец, Жанна. Молодец. Молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маргарита! А вот и орудие убийства. Знакомая Марго Жанна обратилась с просьбой расследовать убийство ее мужа. Сыщики выходят на подозреваемого, соседа по лестничной клетке Кузьмина. Он занял у мужа Жанны миллион рублей и не захотел отдавать долг. В квартире у Кузьмина Спицын находит предполагаемое орудие убийства. Здесь что-то не сходится. Зачем ему оставлять нож у себя? Хотел подбросить Прохорову, но не успел. Этот нож из другого набора. Ну и что? Выкинул на тот набор. Хватит командных соревнований. Что? Ну что, едем? Я не поеду. Почему? Мне надо кое-что проверить. Ну, проверяй. Что, мы ее еще ждать будем? Нет, поехали. Дело твое. Марго? Привет. Неожиданно. Проходи, посмотришь, как я живу. Как идет расследование? Чаю хочешь? Или чего погорячительней? Нет, спасибо. Задержали твоего соседа Кузьмина. Нашли у него орудие убийства. Стасик. Никогда бы не подумала. Слушай, а ты правда не знала, сколько у твоего мужа денег, а как он ими распоряжается? Вова, он всегда был такой человек-секретом. Кстати, некоторые его марионетки, они тоже были секретом. Зина, разворачивай, едем обратно. Слушай, а как ты нарезаешь хлеб? На кухне ни одного ножа. Может быть, ты их выбросила, потому что одним из них ты убила мужа? Признайся, в мастерскую же ты приехала не для того, чтобы марионетку забрать, а чтобы расписку оставить. Чтобы мы вышли на Кузьмина, а вот ему уже ты нож подбросила. Спицыну ты голову забила, манипулировать мужиками ты умеешь. А вот моя обида на тебя сыграла с тобой злую шутку. Жанна, зачем ты мне позвонила? Тебя отстранили бы сразу, как лицо заинтересованное. А мужиками я и правда умею манипулировать. Никто тебе не поверит. Ты одна. И вот ты приехала к своей бывшей сопернице. Начала ссору, затеяла драку. А все, что мне остается, только защищаться. Помогите, она напала на меня. Что происходит, Маргарита? Тоня, как ты вовремя? Слушай, тебя отстранили бы сразу, как лицо заинтересованное. А мужиками я и правда умею манипулировать. Никто тебе не поверит. Ты одна. И вот ты приехала к своей бывшей сопернице. Стерва неугомонная. Да, я приехала в мастерскую мужа чуть позже. Вова, конечно, был мне очень рад. Как только он занялся работой, я достала его телефон и написала сообщение Прохорова. Ну, мне было нужно, чтобы он приехал. Я решила на него все повесить. И вот я увидела в окно, как его автомобиль подъехал, достала нож и ударила им в овою. И била до тех пор, пока он не упал. А потом я завернула нож и положила его в сумочку. Сумочку я потом сожгла, кстати. Я хотела убежать, но не успела. Я услышала шаги и спряталась под стол. Прохоров зашел, покрутился минутку. Свалил. Нож я хотела позже Прохорову подкинуть. Но только не успела. Все пошло не по плану. Ну, что ж, пришлось импровизировать. И тогда я подумала, а почему не Кузьмин? Какая разница? Когда я узнала, что разыскивают деньги, я решила подставить Кузьмина. И подбросила нож ему. И какой мотив? Мы это все равно выясним. Год назад я сбила человека. Ну, и свалила с места. А позже мы с Вовой узнали, что он умер. Я была тогда под таблетками. Вова сказал, что он обо всем позаботится. Что он избавится от автомобиля. А оказалось, что все это время машина приспокойненько стояла в гараже его деда. Что Вова даже не смог от нее избавиться. Трус! А в автомобиле авторегистратор. И Вова сказал, что меня сдаст. А почему он вдруг решил вас сдать? А Вова узнал про мой роман. И про то, что я плотно сижу на таблетках. Видите ли, я какая-то неадекватная, неуправляемая. И что я даже не изменилась после того, что я сделала. И после того, что он для меня сделал. А что он для меня сделал? Даже от машины не смог избавиться. Трус. Он тогда решился на развод и сказал, что пойдет с повинной. И что теперь он сдаст меня. И я бы села. А это в мои планы не входило. Седативный препарат. Никонова зависимый, поглощал его тоннами. А я-то решил, что передо мной несчастная, забитая женщина в горе. Да-да, я ошибался. Никонова оказалась настоящим монстром. А напомните мне, кто был всю дорогу предвзятым? Да, порой просто нужно доверять своим коллегам. Татьяна Андреевна, так кто победил? А помните, как в детстве победил друг друга? Ой, Гриша, что мы такие грустные? Девушка не пришла на свидание. Она выбрала другого. Как я тебя понимаю? Главное, чтобы она не появилась через года и не попросила тебя расследовать смерть своего мужа. Не переживай, будет и на твоей улице праздник. А букетик я возьму. Я сейчас пойду на свидание, приду с цветами, а он будет гадать от кого. Индрига Арифдерча. С тебя уже тысяча получается. С тебя уже тысяча получается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok